Доброе утро, друзья! Прекрасный завтрак, чашечка чая с липовым цветом, и мы с вами отправляемся в Ниццу, в церковь Святого Николая и в музей Марка Шагала. Добираться будем с железнодорожного вокзала. Железнодорожный вокзал Ниццы расположен в районе Тьера. Недалеко от центра города. Это один из действующих вокзалов, находится на авеню Гар-Тьер. Начал свою работу железнодорожный вокзал в 1867 году. Здание вокзала, обратите внимание, выполнено по проекту Луи Жюль-Ягуша в стиле Людовика XIII. Фасад здания выполнен из красного кирпича и камня. А центральную часть павильона вокзала занимают часы. Внутреннее помещение выложено дубовыми фанелями. Очень красивый дизайн. Он часто используется в рекламных роликах, в фильмах. Первая линия железнодорожной дороги выпущена в Канны в 1864 году. А вторая линия в 1867 году. Ну что ж, мы прибыли с вами. Отправляемся в церковь святого Николая. Утром добираться, конечно, хорошо. Народу не так много на улочках. Пахнет липовым цветом. Обратите внимание, как цветет липа. На асфальте, на дорожках. Посмотрите, липовый цвет. Осыпается уже липа. Какое благоухание! Это просто восторг! Это духи бесплатные. Парфюм французский. Эта дорога прямо ведет в Николаевский собор. Вот обратите внимание, вдалеке. Пятиглавый красавец. Роскошный, добрый, наш православный русский собор. В Ницце, на французской земле. У меня такое чувство сейчас, что выпрыгнет сердце. Вот вы знаете, да, слез буквально. Интересная и трогательная история этого собора. Собора святителя Николая Чудотворца. Я считаю, каждый православный должен знать историю своих храмов на чужой земле. Если кому интересно, просто прочитайте в Википедии. Я вот пересказывать не могу. Я прохожу мимо часовни памятника, построенная цесаревичу Николаю Александровичу, сыну императора Александра II. Скончавшего в 1865 году в Ницце, в особняке парка Бермонт, от тяжелой болезни. Ну а эта дорога ведёт нас в Национальный музей Марка Шагала, который расположен в Ницце. Добираюсь пешком, то в гору, то под гору. Очень тяжело. Путь, конечно, если не знаешь. Ну вот, потихоньку добираюсь. Музей находится в роскошном районе Ниццы. Семья. Здание представляет собой одноэтажный особняк современного типа, выполненное из светлого камня. Вокруг, конечно, красивые здания, район самый дорогой. Сейчас жара, конечно, в Ницце. Посмотрите, обратите внимание, листву сбрасывают деревья. Вокруг раскинулись стройные оливы, прекрасные дубы, кипарицы. Они, конечно, создают тень, но, тем не менее, листва осыпается уже потихоньку. Музей знаменитого художника является самым посещаемым местом. Путешественники со всего мира приезжают сюда, чтобы полюбоваться его работами. Музей был ещё создан при жизни художника и открыт в 1973 году. Первоначально в нём представлялось 17 картин Марка Шагала на библейский сюжет. В музее имеется три зала. В главном выставочном зале расположена экспозиция, состоящая из 12 полотен, которые изображают сюжет книги «Искот» и книги «Бытия. Создание человека». Путь, конечно, тяжеловат. Идём в гору. Музей. Марк Шагал Мойша Сигал родился в еврейском пригороде Витебска в июле 1887 года. Начальное образование получил дома, в семье, как в большинстве еврейских семей в то время. Знаменитые работы Марка Шагала представлены вот в этих прекрасных залах. Марк Шагал сам размещал картины в залах и подбирал те, которые считал самыми удачными. Гуляя по музею, можно проследить суть творчества знаменитого художника. Логика расположения картин позволяет не только погрузиться в удивительный мир живописи, но и понять суть творчества Шагала. Внимание заслуживают не только картины мастера, но и витражи, которые посетителям рассказывают о сотворении мира. Цена билета полного, тариф 8-10 евро. Льготный для студентов и пенсионеров старше 65-ти, 6-8 евро. Идём сейчас на остановку, чтобы добраться до отеля. Красиво вокруг очень цветёт всё. Прекрасный средиземноморский климат. Идём сейчас Мы подошли к нашей остановке и ждём транспорт. Добрались до отеля. Вот эти красивые арт-объекты, которые вокруг отеля, выполнены современными художниками. Обратите внимание. Сейчас немного прогуляемся по улочкам. Сегодня не жарко. Солнца нет яркого. Очень благоприятный воздух. Ветерок средиземноморский. Приятные прогулки. Морской воздух, одним словом. Подписывайтесь на наш канал. Субтитры подогнал «Симон»